Другое утро на Кубанской равнине окликали криками пробудившиеся петухи. В станице Каневской в колхозе имени Калинина занимался день. Открывались окна, и запах росных садов мешался с духовитым дыханием хлеба в доме Нины Лобановой. КОНЕЦ Тогда Нина говорила нам, вот такой была, еще молоденькой, когда в сады влюбилась, с 15 лет возле дерева. И от белого цветка до багряной ягоды возле дерева Нина Лобанова, лучшая работница колхозных садов, кавалер двух орденов трудовой славы. Впрочем, слово «кавалер» довольно странно звучит применительно к веселой и миловидной хозяйке. Но еще про мужа ее Николая, известного механизатора, так можно сказать. Особенно, когда вечером он выходит с семьей на станичную улицу. Да, это станица, деревня, говоря по-средней российски. И парк, и синие снопы фонтанов, и вальс, все свое. И музыканты свои, хотя оркестр лауреат многих фестивалей и конкурсов. Так чего еще желать станица? И, наверное, может почивать на лаврах председатель колхоза Анатолий Тихонович Кузовлев. Настолько много надо делать, настолько задумано много, что уже я молодой сам, считаю я так, но уже я не успеваю. Проводим мы собрания уполномоченных, но, видимо, из новопоступивших такой хозяйственник задает президент вопрос, какой доход колхоз дает зоопарк и ваш парк. Ну, что я мог ответить? Для члена управления и лично для председателя. Самое главное – это улыбка человека, улыбка ребенка. Это, по-моему, оно ничем не оценивается. Это самое дорогое. Зал зааплодировал, правильно председатель ответил. Это самопрямая отдача. И мы считаем, что это цех номер один. Школы. Ни молоко, ни мясо. Не будем мы работать в этой области. У нас не будет людей, значит, не будет ничего. Человек прежде всего. У нас четыре школы. И в каждую школу мы обязательно укладываем по 50 тысяч рублей ежегодно. Потому что это будущее поколение наше. У нас ежегодно вливается в нашу семью выпускников 40-50 человек. А на таком уровне, как они готовятся, конечно, мы надеемся, что это вполне современный будет и специалист, и работник сельскохозяйства. Лира над Снаничной улицей тоже важный инструмент в арсенале современного агрария. Потому что даже в таком понятии, как животноводческий комплекс, эстетика – дело не последнее. О чем разговаривали? Кузовлев с колхозниками знаю. Конечно, о кормах. И вроде, хотя разговор веселый, но тема эта трудная. Жует буренушка, и дела ей нет, как ее многоразовый рацион обеспечивается.